Дамы и господа, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на авиасейлс. Друзья, здравствуйте! 6 августа 1945 года произошло одно из самых страшных, а может быть самое страшное на сегодняшний день событие в истории человечества. Произошла атомная бомбардировка японского города Хиросима. В час 45 по местному времени, по времени острова Тиньян, взлетел бомбардировщик Б-29, который назывался Энолагей. Энолагей так звали мать Пола Тибетса, капитана этого бомбардировщика. В час 45 по местному времени он взлетел и в сопровождении пятерых самолетов-разведчиков взял курс на японский город Хиросима. В 8.15 он был над городом. Сначала прилетели самолеты-разведчики, японцы их заметили, но самолеты над Хиросимой летали очень часто и практически никогда ее не атаковали. Потом появился одинокий бомбардировщик и воздушную тревогу японцы отменили. После этого состоялось прицеливание и в 8.15 утра была с этого самолета сброшена бомба, ядерная бомба, которая называлась «Малыш». На бомбе было написано «За погибших на Индианаполисе». Индианаполис — это крейсер ВМС США, который на остров Тиньян бомбу и доставил. Доставив бомбу, отправившись в обратный путь, крейсер этот был потоплен японцами. Погибло 833 моряка, причем половина из них была съедена акулами в воде. Это была достаточно жесткая драма для американцев. Вот на бомбе было написано «За погибших на Индианаполисе». Бомба опустилась на парашюте и на уровне где-то 600 метров над поверхностью взорвалась. Взрыв был совершенно невероятной силы. Практически все часы в Хиросиме замерли на стрелке в 8 часов 15 минут утра. Вот так состоялась катастрофическая бомбардировка Хиросимы. Ну, прежде чем мы перейдем к описанию этих событий и рассказе о последствиях этих событий, давайте посмотрим вообще откуда взялась это атомное оружие. В августе 1939 года американская и британская разведка получает данные о том, что немцы начали разработку некоего супероружия. И, скорее всего, речь идет об атомном оружии. И в августе 1939 года двое ученых, Лео Силарт и Юджин Вигнер, написали письмо Рузвельту, президенту США, которое впоследствии стало называться «Письмом Эйнштейна», потому что великий ученый Эйнштейн подписал его. И в этом письме, в общем, было сказано о том, что атомное оружие в руках Гитлера – это ужасающая катастрофа для всей планеты. Он непременно эту бомбу пустит в ход, и нужно сделать так, чтобы атомное оружие появилось у союзников, чтобы уравновесить шансы. В 1940 году еще двое ученых – Отто Фриш и Рудольф Пайерлс, первый был английский ученый и второй английский ученый, первый был австрийского происхождения, сделали доклад, который стал называться «Меморандумом. Оценка практической массы урана-235». И вот здесь ученые начинают вплотную подходить к разработке атомного оружия. Сначала сообщество называется «Атомным комитетом», в него входят ученые в основном из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. К 1942 году появляется уверенность в том, что можно изготовить авиационную бомбу, которая способна нести смертоносный заряд, который не будет размером с танк, который будет довольно компактных размеров. Бомбу можно поместить в бомболюк-бомбардировщик и, соответственно, атаковать ей объект. Как только появилась уверенность, что столь малое количество вещества может нанести столь огромное разрушение, начали вплотную работать над бомбой. И вот тут мы приходим впервые к рассказу о проекте «Манхэттен». Проект «Манхэттен» — это кодовое название разработки атомного оружия. Вы, вероятно, смотрели, а если не посмотрели, гляньте выпуск про «Кембриджскую пятерку». Информация о том, что союзники начинают работать над атомным оружием, немедленно попала в руки советской разведки и, собственно говоря, к Иосифу Сталину. То есть Советский Союз знал о том, что союзники делают такую бомбу, но не делятся с Советским Союзом информацией. К 1944 году проект «Манхэттен» — это 130 тысяч человек. Я когда первый раз посмотрел цифру, думаю, что там 130 тысяч ученых, что ли, было? Что они там делали? На самом деле, конечно, нет. Ученых была ограниченная группа, там до 50 человек. Это стройки, заводы по переработке урана, рабочие, которые эти заводы строят, рабочие, которые на этих заводах работают, огромное количество военных, которым во всем этом деле участвуют. И лаборатория в Лос-Аламосе, которую возглавил выдающийся ученый Роберт Оппенгеймер. Недавно на экраны вышел фильм про Оппенгеймера, возможно, вы его смотрели. Я его еще не посмотрел, но тем не менее. И вот под руководством Оппенгеймера начинает работать эта группа. И к 1945 году, а именно к 16 июля 1945 года, бомба готова. Ее испытывают, испытывают в Соединенных Штатах Америки. Проект испытаний назывался «Тринити». И вот эту бомбу взрывают на полигоне. Вспышка, взрыв, и ученые, у которых получилось, они испытывают смешанные чувства. Конечно, они рады тому, что они работали над проектом, и проект состоялся, но многие чувствуют, что они, в общем, принесли в мир какую-то катастрофически ужасную вещь. И по воспоминаниям Оппенгеймер произносит две цитаты. Первая у нас получилась, и вторая, цитата из Бхакавадгиты, это индийский эпос, строчка следующая. «Я смерть, великий разрушитель миров». Потому что вот эту вспышку атомного солнца, эту взрывную волну, никогда еще раньше человечество не видело. И вот так появилось на свет атомное оружие. Пожалуй, каждому знакомо выражение. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Придерживаться этого правила определенно стоит. Особенно в тех случаях, когда речь идет о важных покупках. И чтобы эти покупки были не только приятными, но и выгодными, оформите кредитную карту Тинькофф Платинум. По карте Тинькофф Платинум действуют отличные условия. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей и переводы до 100 тысяч рублей в месяц на карты других банков без комиссии. А для тех, кто оформит кредитную карту до 31 августа, ее обслуживание будет бесплатным навсегда. Более 30 миллионов человек уже пользуются услугами Тинькофф. Попробуйте и вы. Оформить кредитную карту Тинькофф Платинум с бесплатным обслуживанием можно по ссылке в описании. Переходите прямо сейчас и не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Давайте посмотрим на исторический фон, что предшествует бомбардировке города Хиросима. Проект Тринити удачно состоялся. К этому моменту, это июль 1945 года, гитлеровская Германия капитулировала. И вот союзники собирают Потсдамскую конференцию и обсуждают на этой конференции Черчилль, Сталин и президент США Трумэн, который сменил Рузвельта, умершего в этот момент. Вот эти главы государств обсуждают фактически новые мироустройства. Но война с Японией не закончилась. Войну с Японией ведут союзники без участия Советского Союза. В основном ведут, конечно, Соединенные Штаты Америки. Понятно, что им помогают австралийские войска, частично новозеландские, британские войска, коль скоро японцы атаковали не только Пёрл-Харбор в начале войны, но и Гонконг, который является английской колонией. Идет жестокая война с японцами. Японцы терпят поражение, но совершенно не сдаются, бьются отчаянно, бьются самоубийственно. Когда-нибудь мы сделаем выпуск про Камикадзе и про Кейтенс. Камикадзе — это люди, которые направляют свои самолеты на палубы боевых кораблей американцев, а Кейтенс — люди торпеды, которые в торпедном аппарате также направляют торпеду и самоубийственно бьют в борт американского корабля. В общем, японцы сражаются отчаянно. И 24 июля во время Патсдамской конференции Трумэн сообщает Сталину о том, что американцы и англичане сделали невероятное открытие, получили оружие, которое по своей мощи превосходит все, что когда-либо видело человечество. Этот эпизод многократно описан. Трумэн сообщает об этом Сталину с глазу на глаз, но Черчилль, выходя, он знает, о чем пойдет речь, он задерживается, чтобы посмотреть, как там старик Джота среагирует. А Сталин говорит, да, да, очень интересно, мощно, да, спасибо большое, да, да, здорово, ну вы молодцы. У Трумэна и Черчилля создается впечатление, что Сталин вообще не понял, о чем идет речь. Если бы он понял, он бы, конечно, выдал это эмоционально. Но Сталин уже все давно знал, потому что шпионы и знаменитые кембриджской пятерка, опять не возвращаясь, уже вся информация была у Сталина. И Сталин поручает ученым советским разрабатывать ответ, разрабатывать свое атомное оружие. 28 июля направляется ультиматум союзников Японии. Ультиматум пишут Китай, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это призыв безоговорочной капитуляции. Японцы отклоняют этот меморандум, отклоняют этот ультиматум и сдаваться не собираются. Более того, император Хирохита объявляет кампанию, которая называется «Яшма в дребезги». Что это значит? Мы ждем вторжения на острова американцев, тотальная мобилизация. У кого есть оружие, тот берет оружие, у кого нет оружия, тот берет бамбуковые эти самые отрезки и переоборудуют их в копья для рукопашного боя. То есть под ружье должно встать все население Японии и отразить натиск американцев. Здесь интересный момент. 28 числа будет направлен этот документ японцам, но уже начинается подготовка к атаке и атомным оружием. 26 июля, то есть за два дня до ультиматума, крейсер «Индианаполис» привозит бомбу «Малыш». И 28 июля, в день ультиматума, по воздуху на американскую базу прилетает «Толстяк», то есть вторая бомба. Американцы уже готовы. Труман, получив ответ от японцев, издает распоряжение о том, что бомбардировку японских объектов следует начать немедленно, в любой день после 3 августа, как только позволят погодные условия. Что делает Советский Союз? В этот момент Советский Союз готовится к войне с японцами. Готовится по ряду причин. Ну, во-первых, он исполняет свой союзнический долг по отношению к американцам и англичанам. Советский Союз пока еще связан мирным договором с японцами, взаимным договором о ненападении. Но Советский Союз начал стягивать войска к японской границе, точнее, к границе с Манчжурией, которая сейчас стала территорией Японии, территорию, которую японцы захватили. И все понимают и все знают более того, что Советский Союз сейчас начнет атаку квантунской армии японской, довольно быстро ее разорвет, потому что и Советская армия самая сильная на континенте. И, в общем, Советский Союз будет претендовать на большую добычу, на огромную часть американской победы. Потому что американцы считали победу над Японией своей победой. И вот в таких условиях принимается решение о бомбардировке. С августа 1942 года в проекте «Манхэттен» над созданием первых образцов ядерного оружия работало около 130 тысяч человек, среди которых были и ученые с мировым именем. Роберт Оппенгеймер, несмотря на большой вклад в науку, на момент запуска проекта не имел серьезного авторитета в научных кругах. Поэтому его назначение на должность главы лаборатории самого секретного оружия стало неожиданным. Как для ученых, занятых в разработке бомбы, так и для членов Комитета по военной политике. Сегодня Оппенгеймер известен как отец атомной бомбы. Так он вошел в историографию. Я его биографию изучал довольно долго и, конечно, не мог не прочесть книгу Кая Берда и Мартина Джей Шервина, которая называется «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Экранизация этой книги вышла совсем недавно. В этом году книгу впервые выпустили на русском языке, и я, конечно же, рекомендую ее к прочтению. Уже сейчас книгу вы можете заказать в онлайн-магазине «Читай город». Это очень удобно. Вот эту и другие книги легко найти на сайте благодаря удобной поисковой системе и понятному интерфейсу. В «Читай городе» представлены более тысячи книг в разных жанрах. Есть даже целый раздел с автографами авторов. Доставка по всей России бесплатная. Заказ можно оформить на сайте, а забрать книги в ближайшем к вашему дому розничном магазине «Читай город». Главное при оформлении не забудьте ввести промокод MINAF25. С этим промокодом вы получите скидку в 25% на все книги, включая те, что оформляются по предзаказу. Ну а для тех, кто впервые заказывает в интернет-магазине «Читай город», по промокоду MINAF.MU скидка увеличивается аж до 30%. Ссылочка ждет вас в описании. И вот начинается операция. Любая операция, любая бомбардировка начинается с выбора целей. Что такое выбор цели? Желательно бахнуть по военной инфраструктуре японской. И бахнуть причем так, чтобы не только военную инфраструктуру разнести, но чтобы оказать такое психологическое, такое деморализующее влияние, что японский император моментально подпишет акт о безоговорочной капитуляции. И вот выбираются четыре города. Первый город — это город Киото. Старая древняя столица императорская. С огромным количеством исторических памятников. С огромным количеством мест, которые вообще отражают собой всю историю Японии. Там нет никаких инфраструктурных предприятий, но там есть штабы. Второй город — это Хиросима. Почему Хиросима? Ну, потому что в Хиросиме находится, в замке Хиросимы, штаб второй армии. Вторая армия — это армия, которая занимается тем, что буквально вот она будет защищать южное побережье Японии в случае американского десанта. Там вся инфраструктура, все управление. Там военные склады, и складов там военных достаточно много. Третий город — это Кокуру. В городе располагаются два важных военных предприятия бренда «Митсубиси». Торпедный завод и Сталилитейный завод. Заводы, которые супер важны для японской военной экономики. И, наконец, четвертый город — это город Нагасаки. Нагасаки — это порт, и это верфи, на которых ремонтируют и строят военные корабли. И когда начался выбор цели, министр иностранных дел Генри Стимсон вычеркнул Киото. Он сказал, я не поддержу бомбардировку Киото ни при каких условиях. Потому что он, будучи в медовом месяце со своей женой, еще до войны, он провел его в Киото. Он влюбился в этот город, а город действительно блестящий. Кто был, тот знает, кто не был. Посмотрите фотографии. Безумно красивый город, исторический, очень важный в историческом плане город. И Киото вычеркнули. И приняли решение первый удар нанести по Хиросиме. Очень много написано о том, что произошло после взрыва бомбы над поверхностью Хиросимы. Ад, ужас, он описан многими и описан сухим языком. Я здесь сейчас буду цитировать множество слов очевидцев. Бомба взрывается, и в городе начинается ад. Ну, начнем с того, что 8.15 утра — это рабочее время. Люди едут на работу, люди готовят себе завтраки, собирают детей в школу. И в этот момент в городе огромное количество людей. По разным оценкам — 340, 350, 360 тысяч жителей. Бомба взрывается практически в центре города, и разом погибает 90% убитые или раненые, 90% медсестер и врачей. Потому что они все были в этот момент в госпиталях на работе. Начинается ужасающий пожар. Не только от самой бомбы, а от того, что, как я уже вам сказал, в городе готовят завтраки. Постройки Хиросимы того времени — это в большинстве своем деревянные дома. В каждом доме есть маленькая печка японская. Они сейчас в Японии очень популярны. Эта печь служит и обогревом в жилище, и на ней еще завтрак готовится. И вот когда пошла взрывная волна, тысячи этих маленьких печек опрокидываются. И дома начинают загораться. И вся Хиросима начинает гореть. После взрыва бомбы первой пошла тепловая волна. Тепловая волна была очень короткая, но очевидцы пишут, что она расплавила в секунду черепицу и даже кристаллы кварца в гранитных плитах. И эта тепловая волна превращает в уголь все — телеграфные столбы, здания, деревья, ограды храма и людей. Когда от людей вот эти знаменитые фотографии, когда тень от человека, это, собственно говоря, человек превратился в пепел. После тепловой волны пошла ударная волна. И здесь свидетельство очевидцев, что из огненного шара вырвался ветер, сметая все на своем пути. И порыв этого ветра был 800 километров в час. То есть все было разнесено к чертовой матери. Пилоты и нологи, которые сбросили бомбу, они, конечно, пришли в ужас. Они тоже никогда такого не видели. И по воспоминаниям пилотов, когда они скинули бомбу и разворачивались уходить на базу, они посмотрели на то место, где была Хиросима, был город с улицами и домами. И теперь мы больше ничего на этом месте не видели. То есть город был моментально просто превращен в труху, превращен частично в пепел. Очевидно, что взрыв большой, вот в этом диаметре его по-разному оценивают. От двух до четырех километров было сожжено практически все. То есть 70-80% зданий было просто разрушено. После тепловой и ударной волны пошел дождь. И здесь есть объяснение физиков, я не физик, я не знаю, как там все это превращается в конденсат, но после взрыва столб пепла поднялся на 12 километров вверх. И дальше он поднялся в небо, в небо там произошла конденсация, и он выпал в виде вот этих огромных черных капель, в виде осадков. Они, конечно, вреда, казалось бы, хотя на них, конечно, был радиационный след, о котором еще тогда ни один японец не знал. Казалось бы, они вреда дополнительного не наносили, но они нанесли ужасающий психологический удар по японцам. Все горит. Люди превращаются просто в лоскуты кожи на глазах. Они погибают, они ищут своих родственников, кричат дети, женщины. Еще дождь этот идет черный, как какое-то проклятие. И вот в этом аду практически ничего не выживает. После дождя на город обрушился новый порыв ветра, и в этот раз он дул по направлению к центру катастрофы, и воздух над Хиросимой раскалялся все больше и больше, потому что все больше и больше зданий горело. То есть это зарево, которое было видно, ну, чтобы дать цифру, зарево наблюдали за 160 километров. И вот в этом огненном аду, конечно, живых практически не осталось. Лауреаты Международной премии мира художники Ирии Тосика Маруки вспоминают вот что. Ослепительная вспышка, взрыв, сознание подавлено, волна горячего ветра, и в следующий момент все вокруг загорается. Тишина, наступившая вслед за грохотом, ни с чем не сравнимой до то ли неслыханной силы, нарушается треском разгорающегося огня. Под обломками рухнувшего дома гибнут люди, гибнут в огненном кольце очнувшиеся и пытающиеся спасти. Один миг из людей падает вспыхнувшая одежда, вздуваются руки, лицо, грудь, лопаются багровые волдыри, лохмотья кожа сползают на землю. Это привидения. С поднятыми руками они движутся толпой, оглашая в воздух криком боли. Ни у кого нет сил прийти на помощь, кому-то помочь, кого-то поднять. Оглушенные, обожженные люди о безумии взбились ревущей толпой и слепо тычатся, ища выхода. Ни с чем не сравнимая трагическая картина. Люди утратили последние признаки человеческого разума. На искалеченных людей хлынули черные потоки дождя. Потом ветер принес удушающий смрад. Еще одно свидетельство, это свидетельство японской поэтессы Юкио Ото. Хиросима походила не на город, разрушенный войной, а на фрагмент картины светопредставления. Человечество подвергло себя самоуничтожению, и люди, переживавшие ядерный взрыв, чувствовали себя так, как будто после неудавшегося самоубийства. Жертвы атомной бомбы потеряли желание жить. Ну, я не буду дальше читать все эти ужасы, что живые люди выглядели хуже мертвых. И, собственно, в фотографии Хиросимы довольно много фотографий зданий, но довольно мало фотографий людей, потому что фотографы, которые туда приезжали, они просто боялись это фотографировать, они сходили с ума. К перилам мостов в следующие часы, к зданиям уцелевшим, были приколоты сотни бумажек, или углем просто на стене писали. Люди пытались найти своих. Бабушек, дедушек, родителей, детей. И вот в этом безумии найти было уже ничего невозможно. Ну, давайте все-таки вот из этого ада сейчас чуть-чуть сделаем шаг в сторону. Что происходит в Токио? Токио не понимает. Император и военные командования Японии не понимают, что творится. С городом потеряна всякая связь, потому что просто телеграфные столбы рухнули. Никакой связи со штабом армии нет, ничего нет. И с Хиросимой нельзя связаться. И начинаются попытки выяснить, что там произошло. В 8.15 произошел взрыв, и генеральный штаб и Токио наконец удается связаться с Хиросимой. Но это происходит в 13 часов дня, то есть спустя 5 часов. И второй армейский корпус выходит на связи с Хиросимой и пишет следующее. «Хиросима была уничтожена одной-единственной бомбой. Возникшие пожары продолжают распространяться». И в Токио не верят в это. В Токио в это не верят, и один из офицеров генерального штаба получает задание лететь в Хиросиму. И они садятся в самолет и летят, и вот что офицер описывает. Во-первых, пишет то, что на подлете к Хиросиме за 160 километров огромное зарево, которое видно просто отовсюду. Во-вторых, он описывает уже то, что он видит непосредственно в небе над Хиросимой, а огромное облако дыма и огромное зарево. Как солдат я в то время уже привык к виду последствий воздушных бомбардировок, но увиденное мной в тот день не имело с этим ничего общего. Первым поразившим меня было то, что в простиравшихся перед моими глазами разваленных уже больше не было улиц. При обычных налетах после бомбардировки всегда можно было различить улицы, но в Хиросиме все было снесено, и засыпанные обломками улицы уже ничем не выделялись среди развалин. В штаб поступают противоречивые сообщения. Город забросало зажигательными бомбами огромная туча американской авиации. 400 самолетов прилетело, забросало город зажигательными бомбами, город сгорел. И в одну бомбу никто не верит. 7 августа японское радио, национальное, передает сообщение, которое касалось жителей Хиросимы. Вряд ли это сообщение кто-то слышал, но тем не менее. Я имею в виду и жителей Хиросимы, точно его уже никто не слышал. Несколько самолетов типа Б-29 совершили вчера утром налет на Хиросиму и сбросили несколько бомб. В результате этой бомбардировки сожжено большое количество жилых домов, пожары возникли в разных районах города. Бомба нового типа снабжена парашютом и по всей вероятности взрывается в воздухе. В настоящее время ведется расследование с целью определить мощность этой бомбы, которая во всяком случае очень велика. Пользуясь этой новой моделью для массового уничтожения невинных людей, враг, то есть американцы, еще раз показал свою холодную жестокость и свою отвратительную сущность. Считается, что противник, оказавшись в тяжелом положении, хотя в тяжелом положении, конечно, не американцы, а японцы, намерен побыстрее закончить войну и что именно с этой целью он начал применять новое оружие. Можно ожидать, что новое оружие будет применяться и в ближайшем будущем. Поэтому общественность будет регулярно информироваться обо всех мерах, предпринимаемых для защиты от бомб, нового вида. Пока официальные власти не поставят население в известность относительно таких мер, необходимо максимально усилить нынешние средства противовоздушной обороны. Как это уже часто говорилось, не следует недооценивать противника даже тогда, когда он осуществляет налет малыми силами. Мы примем все надлежащие меры защиты от этого нового оружия и мы немедленно сумеем свести к минимуму причиняемый ущерб. Во всяком случае, мы не должны поддаваться на эти махинации врага. Сообщение, конечно, было враньем от первой до последней строчки японцы не знали, что делать с этим оружием и не было никакой защиты. В утреннем номере Токийской Осахи от 7 августа на первой странице был крупными буквами набран заголовок. 400 бомбардировщиков Б-29 совершают нападения на небольшие и средние по величине города. Хиросима засыпана зажигательными бомбами. Никаких 400 бомбардировщиков не было, был один бомбардировщик и Нола Гей. По-прежнему японцы не понимают, что произошло. И вот, спустя 16 часов после налета, в эфир выходит американский президент Гэри Трумэн. Трумэну, естественно, доложили об успешной бомбардировке Хиросимы сразу после того, как она была произведена. Он вспоминал потом, что «я ел ланч, когда мне сообщили о том, что успех еще более выдающийся, чем на испытаниях». И, собственно, он сообщил об этом военному, ближнему кругу. И вот вечером 6 августа Трумэн выступает перед нацией, перед американским народом и говорит буквально следующее. «Мы сейчас готовы уничтожить еще быстрее и полнее, чем раньше, все наземные производственные мощности японцев в любом городе. Мы уничтожим их доки, фабрики и их коммуникации. Пусть не будет никакого недопонимания. Мы полностью уничтожим способность Японии вести войну». Именно с целью предотвратить разрушений Японии был выпущен ультиматум от 26 июля в Потсдаме. Руководство Японии немедленно отвергло его условия. Если они, то есть японцы, не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь разрушений с воздуха, подобно которому еще не было на этой планете. Так японцы узнают, что против них применили самое мощное и доселе невиданное оружие. Но Япония не капитулирует, вопреки ожиданиям американцев. После того, как стало понятно, что Япония не капитулирует, Трумэн отдает приказ о второй бомбардировке. Целью вторым объектом становится город Кокура, где как раз те самые заводы Митсубиси, которые производят торпеды и которые отвечают за выплавку стали. И вторая бомба, которая называется «Толстяк», она мощнее первой. 21 тысяча тонн тринитро-тулуолового эквивалента. То есть очень мощная бомба, которая более разрушительная, чем та, которую сбросили на Хиросиму. Летит бомбардировщик, и он летит на Кокуру, и в этот момент меняется облачность. То есть все затягивается облаками, бомбардировщик несколько делает несколько заходов на Кокуру, он понимает, что ему прицелиться, он же там электроники никакой нет, прицелиться можно только визуально. Он понимает, что он визуально прицелиться не может. Разворачивается и летит в сторону Нагасаки, чтобы кинуть бомбу на Нагасаки. У него скоро топливо будет заканчиваться. Нагасаки тоже затягивается облаками. И в какой-то момент понятно, что бомбардировку осуществить не удастся. Но наводчик в просвет между облаками видит стадион Нагасаки. Он помнит этот ориентир, они изучали фотографии, и они отдают приказ о бомбардировке. И вторая бомба Толстяк падает фактически между Кокоро и Нагасаки. Тот же самый ад, который я описал в Хиросиме, происходит в Нагасаке. Здесь разрушений было чуть меньше. Ну, слушайте, это вот в одном городе погибло 75 тысяч, а в другом городе 45 тысяч, а впоследствии цифры вырастут, потому что лучевая болезнь, впоследствии ожоги. Ну, то есть, когда мы меряем десятками тысяч жизней, то это уже неважно, меньше повреждений или нет. Но если говорить языком сухой математики, да, рельеф местности помешал распространению взрывной волны и Нагасаки, в общем, пострадал чуть меньше. Но, тем не менее, там был точно такой же ад, парализованная система городских служб. В Хиросиме сразу погиб мэр и некому было, в общем, управлять городскими противопожарными и медицинскими службами. Нагасаки повезло чуть больше, там начали раненых вывозить по железной дороге. Но, тем не менее, ад был точно такой же, 70% зданий были снесены сразу, превращены в пыль. И, собственно говоря, в Нагасаки был точно такой же кошмар. 9-го числа, в день бомбардировки Нагасаки, утром, накануне, советская армия перешла границу Маньчжурии и, до этого, объявив войну Японии, начала продвижение вглубь Маньчжурии. После вот этих двух ужасных бомбардировок, имея в виду советские войска, которые идут через пустыню Гоби и сметают Квантунскую армию, император Японии Хирохито 14-го августа принимает решение о безоговорочной капитуляции. Так Япония капитулирует. Дайте поговорим о жертвах. Что известно на сегодняшний день? Цифры ужасающие. Что произошло в Хиросиме? Сразу по оценкам погибло от 70 до 100 тысяч человек. От последствий взрыва эта лучевая болезнь, ожоги скончалась в общей сложности на 6 августа 2014 года 292 тысячи человек в Хиросиме. В Нагасаке на момент взрыва, то есть в 1 часов 2 минуты утра погибло моментально 60 тысяч человек. Город, так же как Хиросима, практически стерт с лица земли. То, что жертв меньше, это результат неточного бомбоприцеливания и географические особенности местности. Но тем не менее, на 2014 год число непосредственных жертв бомбардировки Нагасаки 165 тысяч человек. Вот, собственно говоря, почти 300 из 165, то есть 465 тысяч человек. Ну, конечно, это самая чудовищная бомбардировка, самое чудовищное убийство людей за два дня фактически. И очевидно, что на японцев это произвело совершенно деморализующее влияние. Японцы подписали капитуляцию, и дальше Япония начала жить с последствиями вот этой вот бомбардировки. Прежде чем мы перейдем к моральным оценкам и военной необходимости этой бомбардировки, которая является вообще ключевыми факторами спора историков по сей день. Два важных момента. Один важный момент на самом деле. После того, как произошла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, состояло знаменитое совещание на даче у Сталина, куда был вызван академик Курчатов. И Курчатов сказал, что создание атомного оружия это огромные затраты, а страна нуждается, страна только что выиграла войну, страна разрушена, и вот Сталин сказал ему просите все что угодно, нам нужна бомба в кратчайшие сроки и атомный проект возглавил Берия. Бомбу Советский Союз получит очень быстро в 1949 году. Тому способствует работа советских ученых и работа советских разведчиков, конечно, которые таскали военные тайны от бывших союзников, от Америки и от Великобритании. Второй момент это штришок бомбардировки Нагасаки, когда самолет отбомбившись по Нагасаки прилетел на американскую базу, капитана самолета увидел, что никто самолет не встречает, потому что Энолу Гей, который разбомбил Хиросиму, на аэродроме встречала толпа, летчиков вынесли на руках, все им хлопали, а второй самолет никто не встречал, и капитану это, конечно, было очень обидно, и он начал передавать на подлете сигналы, на борту убитые и раненые, мы повреждены, и когда он начал подлетать, садиться уже на взлетную полосу, подъезжать начали пожарные расчеты, люди вывалили из казармы, значит, самолет приземлился, капитан корабля вылез оттуда, и глава на аэродроме, глава военной базы сказал, а где же убитые и раненые, и он сказал, они все остались там, в Нагасаки, вот такой момент, ну и теперь, собственно говоря, про то, вообще, а зачем американцы бомбили Японию, почему они приняли решение о чудовищном преступлении против человечества, ну и если называть вещи своими именами, чем они руководствовались и какие у них были моральные оправдания, кроме того, что им надо было выиграть войну. Ну, во-первых, конечно, атомная бомба появилась не сразу. Отчаянно сражающаяся Япония, лишенная уже на тот момент военного флота, представляла собой все равно очень крепкий орешек. И когда началась высадка на Окинаве, там одномонент, практически, американцы потеряли 12 тысяч человек. И начались расчеты, что высадка десанта, подобно той, которая была осуществлена в 44-м году в Нормандии, она американцам будет стоить от 250 до полумиллиона потерь. То есть потери невероятные. Это просто убитыми, ранеными, пропавшими безвести, там до полутора миллиона. То есть есть информация о том, что готовилось или уже было бы сделано 300 тысяч медалей «Пурпурное сердце», которые будут разосланы потом семьям американцев, которые потеряли своих родных во время этой высадки. Японцы наносили американцам огромное количество потерь. В общем, большая часть потерь американцев во Второй мировой войне — это война на Тихом океане с японцами. И операцию высадки американцы признали самоубийственной. Высадка будет стоить очень дорого с точки зрения человеческих жизней. Потом был план «Отравляющие вещества» запустить на Японию, «Уже были противогазы, и никакого деморализующего эффекта это не произведет, а паралич инфраструктуры военной тоже не наступит». И вот, собственно говоря, тогда было решение принято о бомбардировках. Оценивали ли американцы, что такое количество людей они сразу убьют? У меня нет этой информации. Наверное, оценка была какая-то промежуточная произведена. Но вот мораль, вы же тоже сейчас будете это смотреть и говорить, но они совсем сумасшедшие. Ну вот, а как они себе это объясняли, что, ну, война идет, да, ну, как же вот так можно жестоко карать японцев? Это же, в конце концов, не Гитлер с его концлагерями и массовыми убийствами. Ну и вот тут вступает опять старуха-история, говорит, а как же значит не Гитлер? Ну, вот смотрите, японцы показали себя во Второй мировой войне чудовищными, безжалостными агрессорами. Ну, надо начать с того, что они начали эту войну первыми и напали на Пёрл-Харбор, и напали на Гонконг. Напали вероломно, потому что ни Америка, ни Великобритания войны им не объявляла на этот момент. Во время войны они вели себя безжалостно, особенно на территории Китая. По цифрам статистики, жертвами японской агрессии попало почти 4 миллиона китайцев. Японцам в тот момент все уже знают о двух ужасающих событиях. Это манильская резня на Филиппинах, когда они практически за неделю 100 тысяч человек вырезали, и нанкинская резня в Китае, когда они вырезали жуткие фотографии убийств, изнасилований. 300 тысяч китайцев. Это вот только две вещи, о которых известно. Уже на тот момент известно о чудовищных опытах над людьми, которые были в японских биолабораториях. Печально известный отряд 731, которым руководил Сира Исии. Я вам как-то об этом выпуск отдельно сделаю. Химическое оружие, которое японцы применяли против китайцев. Пытки военнопленных. Печально известный закон о вражеских летчиках. Все американские летчики, которые попадали в плен к японцам, после пытков казнили, расстреливали и отрубали голову. Ну, принудительный труд. Очевидно, что военнопленные работали на японских военных объектах. Вероломство. Об этом писали американские офицеры, что японцы имитировали сдачу в плен под белым флагом, потом подрывали гранаты себя и тех, кто их в этот плен принимал. Станции утешения. Это вот в нашей историографии совершенно неизвестный момент. А в Китае, если вы спросите, жители Китая, жители Гонконга особенно, что такое станция утешения, в Гонконге памятник стоит до сих пор несчастным женщинам, когда японцы для того, чтобы отвлекать от тяжелых трудовых будней своих офицеров и солдат, создавали публичные дома, куда насильно стаскивались женщины, китай, китаянки, филиппинки и так далее и тому подобное. Японцы будут потом говорить, что на самом деле это были публичные дома, и там за деньги работали японки, но будет доказано, что это не так, что станция утешения это был потоковый метод публичных домов, куда насильно сгоняли население женского пола с оккупированных территорий. С точки зрения морали никакого выбора не было, мучительного. Гэллоп делал опрос после бомбардировки и 70% американского населения говорил, да, надо было раньше кидать бомбы, и больше надо было кидать бомбы. Ну как же, они такие зверства учинили. Поэтому с точки зрения морали американцы себя полностью оправдывали и пользовались полнейшей, подавляющей поддержкой американского населения. 12 августа 1945 года советская армия уже везде прорывает фронт и громит Квантунскую армию Японии, 14 августа Япония подписывает капитуляцию. Это политические итоги. Ну, помимо этого, есть, конечно, итоги, с которыми Япония жила после бомбардировки. Огромное количество людей, которые умирали после, десятилетиями после бомбардировки от лучевой болезни, от рака кожи, от различных видов онкологии. И эти люди жили в японском обществе, и сначала же никто не знал, что такое радиация. И с жертвами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки старались не общаться, не брать их на работу. Вдруг эти люди заразят тебя? Ну, все же люди суеверные, японцы здесь совершенно не исключение. Весь мир, конечно, запомнил историю девочки Садака Сасаки, которая умерла в 1955 году, и она умирала от онкологии, от лучевой болезни она умирала, и по японскому поверью, если человек сложит из-за ригами тысячу журавлей, то исполнится любое его желание. И она по легенде сложить успела только 655 или 649, другие очевидцы говорят, что она тысячу, конечно, сложила, но это ей не помогло, она умерла в 1955 году и стала таким символом, конечно, этой трагедии. До сих пор вот на фотографии атомный купол, это здание промышленной палаты в Хиросиме, это здание оставили как на зидане, и на братской могиле написано «Спите спокойно». Это никогда больше не повторится. Ежегодные церемонии в Хиросиме и в Нагасаке, когда в небо выпускают белых голубей как символ мира. Все офицеры, которые участвовали, все летчики, которые участвовали в бомбардировке, впоследствии дали множество интервью и рассказывали о том, как самолет трясся, казалось, что взрывная волна их заденет и какие ужасные вещи они видели, во что превращались города. Комдив, командующий военно-воздушными силами США, сказал, что после бомбардировки когда они туда уже после капитуляции в Японии прилетели, город, казалось, Хиросима, казалось, была раздавлена ногой великана. Но никто из пилотов не раскаивался. Более того, и капитан Инолы Гей сказал потом, что при тех же обстоятельствах я бы сделал то же самое. И вспоминались истории, как он готовился к полету и глава авиабазы сказал ему, «Парень, ты знаешь, сколько стоит эта бомба?» Он говорит, «25 миллионов долларов», сказал командир бомбардировщика, капитан бомбардировщика. И глава военной базы ему сказал, «Ну ты постарайся, чтобы они не пропали просто так». То есть они не раскаивались, все считали, что мы правильно все сделали, мы не жалеем. Да, людей жалко, но это была война. Какая разница, одна бомба или тысяча бомб? Они что с нами делали? И так далее. Единственный из офицеров это Клод Изерли, он был летчиком одного из пяти самолетов-разведчиков. Вот он впоследствии после войны раскаивался и стал активным участником пацифистского движения в Америке. В целом, как я уже сказал, американское общество полностью принимало и поддерживало бомбометание и по всем вопросам Гэллопа подавляющим большинством решение Трумэна было американцами, простыми американцами поддержано. Дальше есть вопрос взаимоотношений Америки и Японии. Сейчас у Японии и Соединенных Штатов Америки отличные взаимоотношения, они союзники. На японских островах есть американские базы. И казалось бы, ну как же так, как это возможно? Я не японист. Я, честно говоря, глубинное японское общество не знаю, но из того, что мне довелось слышать и из того, что я вынес в каком-то личном общении, подавляющее большинство японского общества после войны взяло на себя груз раскаяния. Мы начали войну, мы отковали американцев, мы были справедливо наказаны атомным оружием. И вот это вот раскаяние, кто-то говорит, что это напускное раскаяние, на самом деле, действительно. В Японии есть ультраправые партии и движения политические, которые считают американцев врагами, ну правда, Россия не считает еще большими врагами за историю с Курильскими островами. Но тем не менее, отношения двух стран, Японии и Америки, несмотря на такое ужасающее как бы преступление, которое американцы совершили на территории Японии, отношения хорошие. Было ли это раскаяние, кто-то назвал это политической кастрацией нации, что атомная бомба навеки у японцев отбила вот этот милитаристский посыл. То ли грамотная послевоенная политика, потому что, например, ну был суд, конечно, над японцами, над японскими военными преступниками, некоторое количество их казнили. Например, император Хирохито умер в 80-х уже, и с Рыганом еще успел встречаться, умер от рака, и его не арестовали, сделали, что называется, правки в его статус, он больше не был наместником Бога после войны, и тоже там говорил какие-то слова раскаяния, но военные управляющие со стороны Америки в общем понимали, что нужен кто-то, кто через кого-нибудь на Японию послевоенную влиять, и вот это американская политика, и плюс, конечно, экономическая помощь, которой американцы влилили в Японию, огромное количество денег, и японское экономическое чудо это американские деньги, об этом тоже не надо забывать. Ну, в общем, как-то две нации этот путь прошли, и сейчас, на первый взгляд, как мне кажется, у них отношения союзнические, что там глубоко внутри, повторюсь, не знаю, не японист, но тем не менее. Чем бы хотелось закончить этот выпуск? Ну, во-первых, тем, что, конечно, это было совершенно чудовищное преступление, и не приди к господи, чтобы когда-то еще кто-то применил атомное оружие. Закончить хочется двумя цитатами. Одна цитата генерала, американского генерала МакАртура, который сразу после бомбардировки сказал, что это была совершенно ненужная трагедия. А вторая цитата, это цитата из песни британской очень хорошей электронной команды, если вы ее не слышали, послушайте, которая называется ОМД. И у них была песня Нола Гей, посвященная матери пилота, который сбросил бомбу на Хиросиму. Первую бомбу, и в этой песне есть такая цитата. Интересно спросить тебя, мама, ты до сих пор гордишься своим сыночком. Вот так. Спасибо большое, что смотрите уроки истории. Я знаю, что количество подписчиков у нас растет, кто-то подписывается, а кто-то просто смотрит, не подписываясь. Я вас призываю подписываться, чтобы всегда колокольчик вас оповещал о том, что выпуски у нас теперь выходят не раз, а два в неделю, иногда получается и три. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok